ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Понятно, что отчаяние от внутренних усилий и намерений продвигает нас к всём более и более правильной просьбе. Я хотел спросить, а какова польза от физической усталости, отсутствия сна, как это продвигает нас? И, точнее, как можно преодолеть физическую усталость огромную, которая собирается с годами? В самом деле мы знаем уже по себе, что физическая усталость также зависит от настроения. И хотя мы действительно... Занят много часов в течение дня духовностью, но надо производить расчёт, насколько и как мы можем быть в таком виде, чтобы это не влияло на здоровье. Это не будет влиять. Это то, что я вам обещаю, что я ещё не видел в течение сорока лет, тридцати пяти лет, сколько я нахожусь в изучении науки Каббала и в духовной работе, я ещё не видел ни одного случая, чтобы это повредило человеку. этого не может быть, потому что человек всё-таки делает усилия, чтобы приблизиться к высшему свету, к единственной положительной силе, существующей в мироздании. Но надо в любом случае производить правильный расчёт, чтобы телу давать, животному, человека дать, давать ему время отдыха, готовить его правильно, заниматься им, укладывать его спать. Человек должен заботиться о своём теле. И так далее. 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 Продолжение следует...